И обо всем этом мюзикл. Мюзикл о человеческих отношениях, человеческих отношениях между двумя звездами, между звездой и будущей звездой. Это история ревности. Давайте про будущие звезды поговорим. Кастинг уже закончен? Уже известно, кто будет петь в поющих? Даже если не представляете, вы просто наступили на больную мозоль. Дело в том, что я когда загораюсь какой-то идеей, я не очень думаю о последствиях. То есть вот как-то очень захотелось эту тему «Поющих под дождем», но мы планировали другую... А вот, Дмитрий, механизм захотелось, я не знаю, чтобы попало что-то на глаза, публикации в журнале, по телевизору что-то увидели. Это была комбинация какого-то желания и вдохновения с трезвым расчетом. Ну, так мне приходится в моей работе всегда балансировать между планом и расчетом, с одной стороны, и вдохновением, и какой-то страстью, с другой стороны. Так вот, мы хотели делать сначала большую постановку «Иисус Христос – суперзвезда», сделать ее в оригинале, сделать ее так мощно, так вот прямо с такой заявкой. Тем более, что вы с Матвеичком, Глеб Матвеичук – ваш постоянный как бы партнер, а у него есть опыт... Ну, дружим мы с ним, да, и творчески в том числе дружим. Вот, но когда в ноябре, в декабре ситуация стала меняться в стране в неприятную сторону, и... Вы имеете в виду историю с Тангейзером и... Не-не-не, я имею в виду просто общий климат, экономический климат, и люди стали как-то больше замыкаться, что ли, я стал замечать больше угрюмых лиц. Я в первую очередь имею в виду экономические неприятности, наши катаклизмы, которые... Да, вы решили пир во время чумы надо устроить. Я понял, что какие-то серьезные, глубокие произведения с неочевидным хэппи-эндом, ну, «Иисус Христос, суперзвезда», мюзикл, который, в общем, заканчивается грустно, как мы знаем. Как вынесение «Сын Господень вознесся на небеса». Это определенно, это светлая грусть, но, тем не менее, большой, там, большого какого-то экстаз, ну, экстаз, может быть, какой-то люди испытывают в этот момент, но вот уж точно не смеются и не веселятся. Дмитрий, может, вы просто православной цензурой испугались? Сейчас все-таки очень... Я не соотношу себя вот в этих категориях, не мыслю и не думаю, когда я занимаюсь своей основной работой, я не пытаюсь сопоставить себя с ценностями разных религиозных конфессий или слоев населения. И, к слову сказать, в этой истории с Тангейзером я тоже абсолютно на стороне, может быть, как бы это ни прозвучит, там, вызовом каким-то, я на стороне абсолютно людей, которые поддерживают искусство и свободу в искусстве, свободу в самовыражении до тех пор, пока это, конечно, не переходит определенные границы. А вот кто будет определять, судьи кто, когда граница пересечена? Вот я не очень понимаю, кто будет решать, что тот или иной акт, та или иная постановка, то или иное действие оскорбило чувства верующих или нет? Вот кто здесь будет выступать в качестве рецептора? Очень сложно, в разные времена предлагались очень разные решения вопросов и цензура, к слову сказать, цензура в Америке, я сейчас погрузился в эту историю первой половины 20 века, кинематографа американского бродвейской индустрии, там, развлечений, и выяснилось, что у них была достаточно жесткая цензура, к слову сказать, цензура и связанная как раз с христианскими ценностями. В то время был комитет, на суд которого добровольно продюсеры голливудские отправляли сценарий. То есть худсовет такой был у них какой-то? Да, и это общественная организация, которую, собственно, они сами и создали, которая регулировала, что можно, что нельзя, и исключались, например, всякие намеки на сексуальность, там, длина юбок у женщин, декольте, по сценарию всякие сомнительные реплики исключались. Но, правда, это было самое начало 20 века. Сомнительные в лексическом смысле? В лексическом, в семантическом. Но это в меньшей степени касалось политики, хотя мы помним, что и охота на ведьм там была, и все по полной программе. То есть это все уже прошли. Обидно только, что мы не учимся на ошибках тех, кто уже совершил. Да, на свои грабли наступают. Зачем нужно повторять то, что происходило с другими цивилизациями, с другими народами сто лет назад, сейчас проходить этот путь снова, если можно просто посмотреть и сразу делать уже правильно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.